Удивительная история выживания во льдах и спасения российского путешественника. Мировой рекордсмен Сергей Ананов во время кругосветного перелета потерпел крушение и оказался в океане. Как боролся за жизнь без еды и воды в окружении полярных медведей и чудом дождался помощи, он рассказал во время эвакуации. Дмитрий Малышев об опасном приключении экстремала. Когда до мирового рекорда оставалось всего 4000 километров, легкий вертолет Сергея Ананова потерял управление. Дотянуть до льдины не удалось и машина рухнула в воду. Путешественник успел вылезти из кабины, которая ушла под воду за 30 секунд. Чтобы хоть что-то спасти, Сергею пришлось нырять. Он вытащил спасательный плод, немного еды и воды. Забраться на льдины удалось с трудом. Поцарапался сильно, конечно, об лед. Я даже не думал, честно говоря, что взберусь на нее. Она высокая, комбинезон был полон воды. Этот комбинезон и давал мне надежду на спасение. С этого момента началась бескомпромиссная борьба за жизнь. Путешественник замерзал. Из-за нехватки воды приходилось грызть лед. Тело било непрекращающаяся дрожь, но сознание пилот ни разу не потерял. Я не контролировал свое тело, но контролировал самочувствие. Это позволило мне отогнать трех медведей. Ветром натащило льдины, и они образовали такое сплошное ледяное поле. И по этому полю пришли медведи. Я просто должен был неожиданно выскакивать из-под рафта и пугать их до смерти своими криками. Это сработало. Бывалые канадцы утверждают, что и это чудо. Я думаю, медведи им не очень-то и заинтересовались, иначе они бы попросту его съели. Он везунчик. Все это время в районе катастрофы шли поиски, но плотный туман сводил усилия береговой охраны к нулю. Сергей Ананов израсходовал два сигнальных факела из трех. У меня остался последний факел, и я сказал себе, что использую его в самый последний момент. Выжить я мог еще максимум один день. И вновь удача была на стороне экстремала. Военные заметили гаснущий огонь в последнюю секунду. С нее и началось спасение. В одном только жилете, в холоде, без воды. Полярные медведи, которых чудом удалось отогнать. Должен вам сказать, это удивительная, очень личная и редкая история выживания одного человека. По словам Ананова, после эвакуации с Альдины ему оказали первую помощь, а капитан корабля предоставил свой спутниковый телефон. В данный момент времени корабль направляется в сторону города Икалуит. Он должен прибыть туда в 12 или где-то примерно в час дня. Как только Сергей пересечется с местными миграционными властями, мы с радостью после завершения всех этих формальностей готовы будем ему оказать всяческую поддержку, в том числе в оформлении свидетельства на возвращение на родину. Стоимость утонувшего вертолета 100 тысяч долларов. Однако главным разочарованием он назвал не это. Путешественнику не удалось завершить кругосветный перелет. Сергей Ананов попал в аварию, не долетев до мечты десятую часть пути. Дмитрий Малышев, Первый канал.